В эти осенние дни воинские части страны прощаются с военнослужащими, которые завершили срочную службу и увольняются в запас. Сегодня на дембель провожали бойцов 115-го зенитного ракетного полка. Событие собрало в пятом форте Брестской крепости не только командование части военнослужащих, но и их родных и друзей. На трогательном мероприятии побывала наш корреспондент Екатерина Шитько. В пятом форте, который является символом мужества и стойкости защитников Родины, вновь собрались военнослужащие. Те, кто уже в мирное время защищает небо страны. Последние мгновения воинской службы и совсем скоро гражданка. Увольняется у нас около 60 военнослужащих. Каждый мужчина должен пройти это учреждение, можно сказать, чтобы себя закалить, привить патриотизм и быть защитником нашего государства. Каждый из этих бойцов внес свой вклад в защиту Родины и сохранение ее независимости, получив при этом ценнейший опыт и знания в школе жизни. Заслуги некоторых отметило командование части. Я приобрел знания по обороне нашей Родины, по защите мирного неба и спокойствия граждан. С чувством выполненного долга, отслужившим и спокойным, я ухожу на дембель. Конечно, испытываю за себя гордость, достоинство, что я прошел этот год. Я бы не сказал, что он был сложным, потому что меня поддерживали мои товарищи, мои начальники. Очень рад, что именно попал в этот полк. Но наибольшую радость от окончания военной службы испытывают родные и близкие бойцов. Матери и отцы, которые всем сердцем переживали за своих сыновей. Вы знаете, как отправили. Было вообще так грустно, печально и переживали очень сильно. Но сейчас, смотря на них, какие они сильные, возмужалые, радуюсь просто. Еще немного, и ребята срочной службы 115-го зенитного ракетного полка сменят ставшие уже привычными для них боевки и берцы на гражданку. Завершающим аккордом армейских будней стал марш под звуки оркестра. Этот марш не только прощание, но и начало нового этапа в жизни молодых людей. Они вернутся на гражданку, сохранив память о ценных уроках службы, но и в то же время в любой момент будут готовы стать на защиту своей страны.